С освещением особенно скверов и парков в Орле дело обстоит весьма плачевно. В сквере Ермолова это центр города, его практически нет. На планёрке в мэрии доложили, что проблема в старом кабеле, который необходимо менять. На эти цели из бюджета потребуется около 400 тысяч рублей. Торги объявят в ближайшее время. Затронули на совещании и тему новообразовавшихся ям на Орловских дорогах. Их должны были начать устранять ещё две недели назад. Как отчитался Дмитрий Зуев, этого не было сделано из-за слишком низких температур. Но он уверил всех присутствующих, что списки подрядчиков, которые должны провести гарантийный ремонт, и график работ уже составлены. Вспомнили и об улице Ленина. Нерадивые подрядчики, которые затянули капитальный ремонт, до сих пор не убрали за собой мусор. Об этом мы и наши коллеги рассказывали не раз. Реакция последовала. Но почему-то убрали лишь тот мусор, на который и ткнули пальцем журналисты. Лежащий рядом так и оставили на своём месте. Ремонтная работа неизбежна, сопровождается накоплением мусора. Я не спорю. А сколько у нас по регламенту вообще на уборку мусора трудится после того, как его там оставили? К большому счёту, городовая территория должна содержаться в состоянии без мусора. Нет никакого норматива, который предписан в наличии. Так в чём дело? У вас вот кормушка прямо для протоколов, Артём Владимирович. Каждый день, пускай, туда ткан заходят, мусор есть, оставляем протоколы. Составляем протоколы, но они смотришь, не оплачивают. Суд отправлять? Хорошо. Вы отправили суда? Нет? Сколько отправили? Лично нет. А почему? Ну, у нас нет полного часа. А кто? Мы отправляли приставам. Приставам. И уже отправили несколько писем приставам о том, что они бездействуют. Очень много таких случаев, когда приставам отправляют себе документацию, они держат какое-то определённое время, потом присылают, что мы не можем создать деньги, потому что почему-то не можем. Анна Васильевская, Антон Промыслов. Для программы «Оперативный эфир». Антон Промыслов. Для программы «Оперативный эфир».